Рука пухла, прям вообще такой кулак. Там у меня паста с этим, клади в эту корзинку. Ну, слушай, она все и готова. Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас утро, мы на улице, я в кофте. У нас 20 градусов, наверное. А нет, еще пока 19 даже градусов тепла. Вчера ночью была, ну как даже не вчера, а сегодня ночью была такая гроза сильная. Дождь поливал. А ты спала, прям молнии такие сверкали. И так спать было хорошо, так было свежо. Мы в этом окна все открыли на распашку и всю ночь с открытыми окнами. И так хорошо спалось. И даже утром встали, еще, ну так вот даже думаю, прохладно было. И на улице вот так вот хорошо. Я в кофточке, в джинсах. Классно вообще. По-моему, так вот такая погода, ветерочек даже такой, знаете, такой прохладненький ветерок, свежий. Мне так хорошо. А то вот этой жары я не могу. У меня даже ночью сегодня этот... Ну, было же сначала душно, и у меня даже эти были судороги. Хотя с Евы у меня не было судорог, а с Кариной у меня были постоянно судороги. Ноги сводила по ночам. И тут у меня тоже прям судороги. Я у меня вчера вечером так ноги ломила, видно, потому что гроза, это духота. Меня так болели. Я и массаж что только не делала. Прям вообще невозможно было. А сейчас так хорошо. Я даже волосы выпрямила. Потому что когда жарко, их выпрямляешь, они все равно завиваются. А так сейчас прохладненько, хорошо. Вот. А мы сейчас погрилим. Потом мы поедем в магазин, надо там закупиться чуть-чуть. Ну, так, чуть-чуть там совсем. Что-то по молочке, овощи, фрукты в Лидл. И еще надо забрать в этот... В Пакамате посылка там маленькая пришла. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ты скажешь? Я вас люблю. Да, она любит всех. В общем, мы заехали в Лидл. Ну, что-то мы в этот раз много накупили этих. Ну, йогурты такое сладенького. Ну, ничего. Но фруктов тоже я много взяла. На 82 евро вышло. Но без мяса. Мясо мы, кстати, уже брали. А купили еще арбуз опять. Арбуз 10 евро стоит. Мы уже дома. Забрали пакет, посылочку. Ну, это там что-то прикольное должно быть. Да, Ева? Ева так хотела. На Золанды заказывали. Костюмчик стоил 16 евро. О, этот цвет такой мне нравится. А мне тоже. Тебе тоже? Ева говорит, это посылка мне. Я говорю, нет для Ляли. Говорю, Ляли же одежды нет. Да, Ляли же носить нечего. В общем, это костюм такой классный. Покажи. Вот, смотри. В общем, такая кофточка. Такие штанишки. Типа завязочки. Ну, это так, где-то корно. Надо еще крутой. Смотри, какие, мама. Мама, смотри, какие. Мама, смотри. Размер 62. И штанишки. Такие сюз. Да? Да. В общем, такой вот костюмчик. Вообще, такой прикольный. Мы там увидели его на малыше. Классный. ХБшечка. Он такой, как бы, тепленький. Слегка теплый. Не сильно теплый. Но он нормальный. В принципе, на зиму нам вообще нормально, идеально. Бэби-сфит. Я не знаю, что это за такая. Фирма. В общем, это был по акции. 16 евро. Сколько стоило, точно, я не знаю. В общем, был по акции. Поэтому мы и взяли. А так он такой, из дорогой серии. И тут такой на шнурочках. Хотя можно, если что, подгибать сначала ножки. А потом нормально будет со звездочкой. Цвет такой классный вообще. Мне нравится. Прикольный. Тебе тоже? Будем арбуз есть? Да. Ева, ку-ку. Мама будет вот тут по этой дорожке ходить гулять. Хорошо? Всем привет. У нас воскресенье. Следующий день. Утро. Ну, уже скоро будет не утро. Сколько? 11 сейчас. В общем, мы опять в этом парке. Но без папы. Сначала были с папой. Хотели научить Еву кататься на велосипеде без колес. Сняли колесики. Но она боится. Она боится. Папа психует. В общем, мама переживает за Еву. Что папа психует. В общем, я говорю, все. Мы тут остаемся. В общем, он поехал домой. А мы остались в этом парке. Потом домой дойдем пешком. В принципе, потихонечку дойдем. Ничего страшного. Пришли на детскую площадку. Здесь прямо на детской площадке туалет. Для меня очень хорошо. Вообще, я люблю этот парк. Когда она была маленькая, сюда ходила с коляской. Мы гуляли в этом парке, где именно площадки детские. И так хорошо на улице. Комфортненько. Пока Ева там с детками резвится. Я тут в тенечке прогуливаюсь. Туда-сюда, туда-сюда. Тут хорошо. Ветерочек. И все равно с ним 30-очку обещают. Ну, вечером будет опять. Нужно, в общем, ходить, гулять с утра. А вечером уже прятаться дома. Ну, еще ночью можно гулять. Но ночью я сплю. Ты с Лялей играешь, Ева? Или забрала ее с площадки? Ее сюда с площадки не забрать. Но нужно домой идти уже. Уже становится жарко. Идти нам далеко. И у меня этот... Я чувствую, что у меня с руками руки стали опухать. Ноги-то не опухают, не отекают. Потому что там компрессионное белье. А руки прямо отекают. Вообще не знаю, что такое. Это жара, этот варикоз вообще прогрессирует. Не знаю, с какой этой скоростью. А Ева так хорошо играла на площадке. Играла с малышами вообще, с маленькими. Но я думаю, что она будет очень хорошая нянька у меня. Будет с малышом играть. А нам сейчас домой, конечно, далеко идти. Надо еще вспомнить дорогу покороче. У меня рука опухла. Прям вообще такой кулак. Такая, еще не по мучениям. Ну, как-то некомфортно мне руке. Именно главное, это правая отекла сильно. Левая отекла, но не так сильно. А правая прямо отекла. Прям трындец. Прям я пугаюсь. Идет накраска. Пицца пришла. Пицца пришла? Ой, какая деловая. Против окна снимается неудобно. В общем, они тут фастфуд решили заказать. Я, конечно, против была, но... Ну, ладно, ешьте. Тогда не буду сырники делать. У нас, кстати, перестановка. Я там воду пролила. Пока мы с Елой гуляли, муж тут переставил. Открывай. Аккуратно только. В общем, диван поставили сюда. Ну, вообще, этот диван на выбросили много покупать. Пока так. Стол поставили туда. В общем, небольшие изменения. Я тут влог монтирую. Ну, что там? Вы за пиццу заказали? Как называете ее? Пепперони. Пепперони. Ну, у нас только пепперони, правильно? И мне. Чтобы доставка была беспилотна. Хотя я ничего не хотела. В общем, говорю, ладно. Закажите мне этот палатный, в общем. А у меня такой же, как этот... Ну, во Франции-то, ну, кушала я этот веганский. Но тут эти маринованные огурцы. Конечно, не очень люблю маринованные сейчас. Может, я их повытаскиваю. А так, сама по себе тут котлета, фалафель, точно такая же. По вкусу. Тут сидит, наслаждается жизнью, да? У-у-у. Нет? Вкусная пицца? Я не сомневаюсь. Я достала все с этого лаваша. Потому что что-то не хочу я никакое тесто. Ну, просто у меня салат с этим с фалафелем. Всем доброе утро и добро пожаловать в мое утро. Утро у меня хорошее. Мы выспались. С Евой спали прям до восьми утра. У нас папа наконец-то пошел на работу. Наконец-то у него закончился его отпуск. Потому что надоело уже готовить тут кушать. И вообще, я люблю по утрам быть одна. Ну, сейчас, хотя Ева у меня дома. Садик, две недели каникулы. Но она у меня уже позавтракала. Я ей кашу дала уже. Она поела. Лежит там мультики, смотрит себе спокойненько. И все. Я тут сейчас спокойненько себе завтрак приготовила. Потом еще вчера у меня был этот замочен нут. Я на ночь замачивала. Сварила уже нут. Ну, он готовится. Вот водичка закипела. И все, он готов. Волшебство замачивания. Вот. Что у меня на завтрак? На завтрак у меня, как всегда, неизменная моя овсяна блин. Творожок. Там у меня паста из фисташковая. Черничка. Кофеек. Гара орех. Ну, я не часто все съем. А это на целый день моя норма орехов. Я их на ночь замачиваю тоже. И утром на сковородочке подсушиваю. Вот мой нутик. Он у меня закипел. Я пенку сняла. Сейчас он постоит чуть-чуть. Я пока позавтракаю. И потом я его уже солью. Достала еще размораживаться креветки. Еще нужно шампиньоны. Я там купила. Залить, чтобы они отмачивались. И буду себе готовить ризотто. из нута, креветок и нут, креветки. Что еще? А, и шампиньоны. В общем, такое у меня будет... Такая еда будет моя, собственно, я придумала. А, вчера я готовила еще сырники. У меня тут сырники. Еще не все съели. Я не хочу их. Вообще, мне не хочется ничего жареного. Вчера вот на шашлыках были. Я съела... Ну, не вчера. Позавчера. Съела это мясо это на гриле. Что-то как-то мне вообще... И вчера еще два кусочка осталось. А то, что заказывали фалафель, я тоже выкинула. Не понравилось мне. То, что там эта капуста была, она не свежая, а такая. Как будто бы с уксусом чуть-чуть. В общем, мне нравится мне вся эта еда. Я говорю, говорила, заказывайте себе две пиццы. Не надо мне ничего. Вот я не хочу ничего. Ну, как вот тебе ничего не заказали? Я говорю, да я не хочу. Вот я вот не хочу. Я хочу нормальную еду свою. Вкусную. Которую я готов. Мою вкусную, полезную. Которую не будет вредить моему организму. Моим венам. Моей ляле. Так, что-то у меня какие планы. Сейчас мы пойдем. Что-то разболталось. Пойдем сейчас позавтракаем. И пойдем с Евой. Нужно в Росман сходить. Сходить в аптеку, забрать мои эти витамины, железо. Потом хочу сходить в турецкий магазин. Купить свеклу и петрушку. Для чего, потом расскажу. Помчала, помчала она. Мама не успевает за Евой. Пошли с ней в Росман. На улице уже 26. Жарко. Обещают 30-ку. Так я не хочу. Надоело мне эта жара уже. Я хочу уже осень. Сентябрь. Холод. Вообще пусть будет холодно-холодно. Что-то мне прям тяжело приносятся эти жаркие дни. Мы уже устали. Ева тоже говорит, я хочу снег. Я говорю, и мама хочет снег. Вот. Ну, вроде как еще неделя. И потом тебе будет уже там 25, 23. Чуть не верится. 24. 24. 25. Специально посмотрела сейчас этот прогноз погоды. Короче, он опять поменялся. Он у нас меняется каждую неделю. В общем, нифига не будет там через неделю. У нас там 25. Все поменялось. И будет, в общем, вообще 30. И две недели будет 30. Никаких дождей, никаких гроз. В общем, не знаю. И на Еве на день рождения будет такая жара. Это, блин, трендец для меня, конечно. Еще торты эти готовить. Ой. Я не знаю, что делать. Что делать? Давай, прямо-прямо. Быстрее, быстрее. С этим клади в эту корзинку. Почему не уже, а мы дома? Время у нас полвторого. Это мы с 11 до полвторого ходим по магазинам. Сначала в Росман. Пришли, все выложили. Сходили в туалет. Попили водички. И пошли потом в следующий магазин. Ну, конечно, ходить по улице 30 градусов. Для меня уже все. Я не могу. И я чувствую, что у меня сразу же начинают опухать руки. Вот опять у меня они опухли. Сейчас я быстренько обзор с ним уже покупила. И пойду лежать вверх ногами. Хорошо, что у меня дома окна закрыты. И дома не так жарко. Но прям вообще я иду и чувствую, что у меня, ну, кожа такая набухает. И прям такие сосиски. Руки сосиски. И Том у нас такой прям стильный вообще. А Ева такая идет, мама, у тебя Томас уже есть? Я говорю, есть, есть. Здесь я и говорю, что иногда, говорю, маме тяжело, мама Томас. Говорит, а у меня нет? Я говорю, ну, хорошо. Сейчас покажу, что купили. В общем, в Росмане я вообще все по чуть-чуть. Потому что я не могу ничего уже носить. Никакие тяжести. Тем более в такую жару. Можно было бы на машине. Но на машине ходить-то тоже надо. По квартире я столько все равно не нахожу шагов. Что я купила в Росмане? А, зашла в аптеку. Взяла вот эти вот, то, что мне прописали. Железо. Для беременных абсолютно бесплатно. Все по страховой. Страховая полностью оплачивает. Сколько стоит, вообще не знаю. Так, что в Росмане? В Росмане взяла пасту такую, как обычно это для них. Это для себя я беру. Реперт хорошее. У нас вообще только два вида. В России этих видов целая куча. А на сайте, конечно, есть. В интернете различные виды. Но они там по 8 евро, по 9. С ума сошли. А ну и Еве я такую беру пасту. Так, это просто обычный гель для душа. Мыло руки мыть. Я в этом увидела этот с единорожкой. Я говорю, ну ладно, возьми одну. Одна стоит что-то евро. С чем-то с ума сошли. Из-за того, что единорожка. Так, это я в туалет. Влажные салфетки для уборки протирать. Там унитаз. Ну вообще, так по-быстрому протерка. Да, до генеральной. Я всегда люблю протирать вот этими штуками. Так, это семена, там, пыль закончились у меня. Дорогих, такие 2,80. Это ели по евро 40. Это пудингинг. Они с очень хорошим составом. Прямо вообще замечательным. Шоколадный пудинг и ванильный пудинг. А ну и пока до кассы шли, она вот эту штуку увидела. Палыч, ей урладный бери. Вышло все на 24 евро. Но была скидка 2,50 и на 22,30. А, 24,80 что ли там. Причем у меня был этот купон по приложению 10% и скидка была на 2,50. Так, это на улице мимо Кики проходили магазин Кика. Она увидела, говорит, мама, купи, пожалуйста. Я говорю, ладно. Говорю, уж плохо на меня слова говорить не получишь. 3 евро стоило. И в турецком магазине, собственно, что я и хотела. Я купила петрушки 2 пучка. Один пучок такой огромный стоит от 99 центов. И купила еще свеклую. 5 штук, по-моему, вот это у меня. 5 штук, 1,5 евро. 2 евро килограмма. Очень хорошая цена. Готовлю себе обед. Усундуйте мне лучок. Уже отжарился. Красный, белого не было. Почему-то у меня, белая, красный. Сейчас сюда добавлю шимпиньончики. Обжарю. Потом добавлю креветки. Нут. И дальше посмотрим уже, как карта лежит. Я добавила сюда еще ложку соевого соуса и карри. Водичка у меня есть уже почти выпарилась. Сейчас я добавлю сюда маслица для жарки. И обжарю еще до салатистой корочки. Я попробовала такая вкуснотища. Обожаю жареные шампиньоны. Для того, чтобы была жара и мне было лень готовить. Теперь нет, я буду готовить. Хотя мне и лень, но я буду готовить для того, чтобы это. В общем, тебе отдельно, как обычно, по-по-стою, да. Решила я добавить еще сюда немного зеленохи. Это эти стручки бобовых. Посудь стручковая. И чтобы замороженая у меня там была в морозилке. Посмотрела. Как-то все компонентно помела. По амбару помела. Или как-то. Вот у меня лежит. Ну, чтобы было тут овощей побольше. Я поленилась. Морковки порезала. Надо было порезать, а морковочки добавить. Вкуснее было бы. Ну, ладно. Причем фасольку сейчас. Фасолька у меня готовится. И потом я уже добавлю креветчики. Добавила креветки. Видите, как с фасолькой сразу другой этот вид. Покрасивше. Сейчас креветка не готовится совсем быстро. То есть чуть-чуть подомятся. А потом я уже добавлю этот мультик. А здесь у меня петрушка моя отмачивает. Целый таз. Видите, целый таз петрушки за 2 евро. А в этом, ну, в простых магазинах там вот чуть-чуточку. И 80 центов. А тут 1 евро вот такой прям огромный кучок петрухи. Она, например, так пахнет. Сейчас ее вымочу. Обсушу. Чуть-чуть оставлю в холодильнике. Остальное порежу и в морозилку положу. Добавила нут, еще чеснок. И добавила я... Это у меня греческий йогурт. Тут 100 грамм, по-моему, примерно, верно. Вместо сливок. Сливок нет, но будет вот так вот. ВП-вариант, прям вообще ВП. И добавлю я еще петрушечки. Ну, собственно, все и готово. Просто очень как вкусно. Потому что я обожаю шампиньоны, креветки, нут, горох. Все это мои любимые. Приготовила из того, чтобы было импровизированный обед. Все у меня такой получился. Как всегда. Ой, сейчас лежала. Не спала, а лежала. Начала в своей комнате. Там с Евой, Евой играла. Потом я уже пошла туда. Муж пришел с работы, но он тоже там спал чуть-чуть. Мы ему не мешали. Потом пошли уже к нему. И я все лежала на диване. Ой, никак не могла встать. Сейчас уже время 8 вечера. Уже надо Еву спать на жизнь. Значит, я сначала сделаю себе этот свой коктейль-можетель. Сейчас покажу, какой буду делать себе новый. Вот. Еще тут у меня... Ой, петрушка. Я ее помыла, положила. Она еще не высохла, по идее. Я не знаю, может, до завтра так оставить. Нет, наверное, я ее положу в тазик и положу в холодильник. Накрой пленкой. А завтра уже с утра пореже. Вечером на ночь глядя не хочу. На ночь глядя 8 вечера. Не хочу уже ничего с ней делать. Те сколько много. Это я уже одну часть где-то вот столько вот уже израсходовала. Еще вот столько у меня есть. Реклама такая турецкого магазина. Буду готовить сейчас смузи. В интернете рецепт прочитала. Но у меня, как обычно, не по рецепту. В общем, здесь у меня 200 миллилитров воды. Петрушка, я не знаю, пучок. Грамм 100, наверное. И половинка свеклы сырой. Сейчас все это мы взблендерим. А, ну по рецепту типа еще сок лимона нужно добавлять. Но у меня нет сока лимона. И от лимона у меня немножечко изжога. Поэтому я попробую вот так вот. Сейчас все мы это взобьем, измельчим. И будем пробовать. Вот такая у меня субстанция получилась. Кровавая Мэри. Сверху зеленая, там красная. Это зеленая пена от этого, от петрушки. Не знаю, посмотрим, что там. Вкус свежей свеклы и петрушки. Почему я стала пить? Почему я решила пить такие коктейли? Раньше я делала все время себе коктейль этот смузи из... Из чего? Из сельдерея и киви. Ну не знаю, что это. Я вчера вдруг залезла в интернет. Думаю, надо почитать. Наверное, что-то у меня в голове про сельдерей этот. И про вены. Можно ли пить сельдерей, если варикозное расширение вен? И оказывается, нельзя, потому что сельдерей, он наоборот не сужает сосуды, а расширяет. Он очень полезен вообще для здоровья. Туда-сюда, у него много витамин. Но при варикозном расширении вен нежелательно его пить. И вообще, типа, при беременности нужно консультироваться с врачом, потому что тоже, типа, что это он там может вызвать? Преждевременные роды. Вот. А я такая его пила, такая себе. Ну, хорошо. Но на самом деле он невкусный. Вот. И прочитала, типа, начала читать информацию, что там полезно для вен, какой можно пить этот фреш, да, этот. И прочитала, нашла вот такой рецепт. Я знала про свеклу. Я раньше ела вареную свеклу все время, там, каждый день. Одну штучку, потом что-то забросила, забыла. Я пришла на сельдерей, на киви. Вот. Киви-то у меня лежит. Я думаю, может, киви добавлять сюда, как раз витамин С. Свекла и все вместе будет замечательно. Вот. А свекла, я знаю, что она очень полезна для крови, для сосудов. И петрушка тоже полезна для сосудов. Но при варикозе особенно. А вообще, петрушка еще полезна для нашего этого. И свекла тоже для кожи. Поэтому буду пить теперь такие коктейльчики. Он вообще не противный. В следующий раз добавлю киви. Киви-то я купила много. Добавлю киви. И нормально. Я люблю петрушку, я люблю свеклу. Поэтому буду пить теперь такие коктейльчики. И как бы хорошее средство для профилактики запоров. Тоже, кстати, свекла. Тьфу-тьфу-тьфу. Но пока у меня нет такой проблемы. Было. Но прошло. Вот. Сейчас выпью свой коктейльчик. И пойду смотреть с мужем сериал. Мы сейчас смотрим сериал. Вернее, я смотрю. Он меня поддерживает. Он знает, что мне нравится. И Пеппирогова. Там продолжение. Пятый и шестой сезон, что ли. Да. Где она там торты печет всякие различные. Пойдем смотреть уже. Я его там уже отправила спать. Ева сюда отправляю. Восемь вечера спать стараюсь. Даже когда у нее каникулы, у нас режим. Даже когда мы в отпуске были, у нас режим. Восемь вечера в кровать. Она там играет, играет. И потом сама с собой засыпает. Так что вот. Приятного мне аппетита. Берите на заметку коктейль на ручь. Будем мы красивыми и здоровыми. Всем доброе утро. У нас утро не ранее. 9.30. Я спала сегодня до... Сколько я встала с кровати? Восемь двадцать. Я встала с кровати, но проснулась где-то в восемь. Ева мне не дала поспать. Я так плохо спала. У нас вот эта духота. От этой духоты. У меня опять вот тут все вспотело. Мне дышать было нечем. Пришлось капать нос. Ой, вообще не знаю, куда девать живот во сне. И ноги свои тянут вообще не возможно. Даже руки тянут у меня. От этой жары у меня почему-то бухают руки, ноги. У меня не было такого с Евой. Я не отекала вообще. А тут я не знаю, что такое. Вот. Сегодня с утра я пила уже свои эти железо. Ей нужно было натощак. За 30 минут до завтрака я выпила. Вставила таймер на телефоне. Думаю, ладно, пока готовлю завтрак. И меня так тошнит. Теперь я не могу. Меня так мутит. Я вот все завтра приготовила. Так все вкусненько, аппетитненько. Но не знаю, как теперь его себе сложить туда. Меня, я боюсь, что меня вырвет. Я помню, ну я раньше пила железо, но я не помню, какая у меня была реакция. По-моему, никакой и не было реакции. А тут я прям не могу. Завтра посмотрю, тоже от этого, не от этого. От таблетки этой или это просто меня тошнит. Какой может быть токсикоз уже в третьем триместре, блин? Я не знаю. Ой, еще думала сегодня поносить бандаж, потому что мне что-то так тяжело. У меня вот с Евой и с Кариной, у меня живот был, он был вот так. Ну, он не был вперед, а этот вперед. И как-то вот, ну вот так вот сюда под пупком. И он вот тут у меня под пупком лежит и прям давит на вот эту вот кость, да? На нижнюю. У меня она так болит, я не могу даже ногу поднять. В кровати переворачиваюсь, я не могу, ну, мне больно. И там, если я с кровати встаю, то мне нужно две ноги опускать. Одну ногу отдельно я не могу опускать. Я не знаю, я уже перечитала кучу информации, блин. У беременных такое бывает. И сегодня пойдем в магазин с Евой, одену бандаж, потому что прям вот давит ребенок мне на вот эту кость. Вот-то лобковую. Вот. И уже потом на прием пойду к своей, пусть она там делает УЗИ, смотрит, что там, что там, что он такой у меня там. Я не знаю. У меня с девчонками вообще проблем не было. А с этим пацаном что-то какой-то он совсем другой. Совсем по-другому идет. Я уже с ним утром разговариваю. Говорю, ну, давай ты маму пожалей. Хватит ее мучить уже. Позавтракала. И вроде мне полегче стало. Но все равно сейчас думаю чуть полежать. Сейчас полежу. И мы соберемся и пойдем с Евой в этот магазин. А хлеб купите, колбасу. А потом хочу написать список, что мне нужно купить для малыша. Там по мебели. Ну, вообще вот так вот. Ну, из вещей. Ну, на первое время. Так-то у меня в голове все это есть. Но я хочу все это записать на бумажку, как я люблю составить лист. И потом уже это вычеркивать. Когда вычеркиваешь, что так сразу на душе легко. Пришло время обеда. В общем, это то, что я вчера готовила. Мое импровизированное блюдо. И здесь сделала салатик. Здесь у меня что? Перчик, помидорчик, огурчик, редисочка, петрушечка. Чесночка добавила. И ложечку сметаны чайную. В общем, такая вкуснотища. Всем приветики. У нас опять следующий день. Утро не раннее, к сожалению, как я планировала. В общем, спала я опять до полдевятого. Но у меня самый хороший сон утром, когда свежо. Ночью еще душно. А потом уже, когда ближе к рассвету, уже такая прохлада в комнате. Мы еще окна открываем нараспашку. И прям даже сегодня было холодно. Мужем уже крывался. И тогда я сплю уже хорошо, с свежим воздухом. Вот. Встали, позавтракали. Ева три часа эту кашу ела. Я говорю, Ева, давай ешь быстрее, пойдем гулять, пока прохладно. Вот вышли с ней прогуляться. Тут недалеко пола дома. Просто она на велосипеде катается. Я хожу потихонечку. Потому что быстро я ходить не могу. Вообще ничего не могу, блин. Почитала, короче, при своей болячке. И так понимаю, что у меня сама себе поставила диагноз. Ну, пока что поставила сама себе. А так я думаю, что врач подтвердит, что у меня симфиз. Это этот хрящ, который держит, да, этот тазовые кости. В общем, он там растягивается. Или что он там делает? В общем, расхождение костей. Потому что у меня все признаки. Другого я не могу себе. Ну, другое не может быть, только это. Вот. И это не зависит от того, что кальция не хватает в организме. Это, в общем, из-за гормона какого-то там, да, какой-то гормон прогрессирует. И вот такая болячка случается. Это 80% беременных. Но я схожу еще, ну, к врачу. Когда будет у меня сейчас термин, я и скажу. Раз у меня будет плановый УЗИ, что там она мне скажет. Посмотрит. Вот. А так я почитала, что, в общем, с такой болячкой нельзя делать упражнения на раскрытие таза. Что я очень люблю. В общем, различная йога, которой я занималась. Фитнес, мой до свидания. Я так расстроилась, блин. В общем, тяжести поднимать нельзя, но я и не могу поднимать тяжести. В общем, там противопоказания целая куча. Сама себе поставила диагноз, но я просто знаю, что это так, в принципе. Другого там ничего не может быть. Вот. И ходим гуляем. Уже на улице 26. Ты сможешь сюда приехать? Да. Ева на велосипеде пусть катается. Погуляем часик и домой. Пришли в парк, который рядом с домом. Уже никого нет. Я не знаю, даже был ли кто вообще. Запыхался. В горку поднимаюсь. Вообще не могу подниматься в горку. Неправильно сказала синфизит у меня. Но я так понимаю, что синфизит. Потому что это когда мне переворачиваться больно. Ноги в рост. Когда я переворачиваюсь, мне обязательно нужно ноги вместе. Причем я это заметила уже когда. На втором триместре я это заметила. Сказала своей врачихе. Она говорит, ну надо просто аккуратненько переворачиваться. Потихонечку ходить. Типа туда-сюда. Врачихе, врачу. Что же типа аккуратненько, не быстро идти. ТДТ. А сейчас у меня вроде как в отпуске все так. Ну нормально было. ТДТ. Я тебя не буду поднимать. Я же тебе сказала. Я не могу, Ева. И этот. С отпуска приехала, позанималась йогой. И у меня видно, ну воспалилась эта штука. А так вот с Кешей не занималась, ничего не делала. Аккуратненько все ходила. И как бы особо у меня не тревожило. А приехала такая, позанималась. И все. И такая думаю, что это тут не то. Посмотрела информацию, думаю, ясно, понятно вообще. Я так думаю, что это болячка. Я так не хотела. Я хотела до самого последнего заниматься спортом. И все остальное. Но не могу. Теперь я уже хочу поскорее родить. Потому, что это такая неприятная боль. Что я готова лежать целыми днями в кровати. Но когда я лежу в кровати, у меня сразу угрызение совести. Что я ничего не делаю. Что я не хожу гулять. А ходить я тоже не могу особо-таки. Это просто какой-то пипец. Все равно я ей говорю, мама не может. Она меня все равно. Давай, тащи. Давай, тащи, тащи. Чуть-чуть. Потом он поможет. Все равно заставляет меня тут эти садить ее туда. А уже 20 килограмм поднимать тут коровушку такую. Ну все, я дальше сама иди залезай. Кстати, хотела рассказать про железо. Я сегодня пила утром опять железо. Эти витамины, железо. Или что там, таблетки, да, добавки. Которые прописали мне натощак. Опять выпила. Поставила таймер на 30 минут. И опять мне было плохо. Я думаю, е-мое, блин, а. Это мне теперь каждый раз. И мне опять эта тошнота. Аккуратно. Вот, видите, что просит делать. И опять у меня эта тошнота была. Я кое-как позавтрак себя сложила. Чтобы у меня это не вышло чуть-чуть из меня. И пошла, лежала, наверное, 20 минут, чтобы все это успокоилось. Я не помню, как у меня было тогда, когда я принимала железо. Но вот тут такая реакция на голодный желудок. Конечно, тяжело принимать витамины. Я помню, когда у меня этот еще. Когда было у меня сколько-то. Ну, три месяца уже прошло. И я тоже один раз приняла витамины натощак. Попила воды. Выпила витамины натощак. И меня прям стошнила. Прям вся эта вода. Я прям так сильно-сильно стошнила. Вот. И я больше так не делала. А тут, типа, вот надо натощак. Потом скажу своей, что там, как там. Но пока буду так терпеть, блин. Это просто какое-то мучение. Мы пришли уже домой. Два часа мы гуляли. Но я там посидела на лавочке. И походила, и посидела. И поделала упражнения на спину. Так как на ноги теперь нельзя. Но буду делать на спину, на руки. Ну так, для осаночки там, свои любимые. Я потом с мальчиком поиграла. С немецким чуть-чуть. Я говорю, все, пошли домой. Они тоже пошли домой. Мы тоже пошли домой. А сейчас буду заниматься я готовка. Нужно и суп приготовить. И на ужин что-то сразу же. У меня-то есть еда. А у них ни у кого ничего нет. Буду готовить рис. Потом котлеты рубленые. И суп с брокколи. Вот. И на этом я уже буду заканчивать это видео. Потому что я много, как всегда, много болтала. Много жаловалась. Но ничего. Иногда бывают такие дни, когда хочется пожаловать. Потому что здесь я жалуюсь мужу. Никто меня не жалеет. Говорит, никто не понимает моих болячек. Но вы девочек поймете. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Ну и буду заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели его. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Да, совсем немного осталось. До тысячи. Совсем чуть-чуть. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Чао.